Несмотря на пасмурную погоду и промозглый ветер, в Одинцово на забег с препятствиями приехали 1200 участников из разных уголков Подмосковья. Эти люди пребывали в отличном настроении и заряжали своим позитивом всех вокруг. С каким настроением сегодня приехали на спортивный праздник? С отличным, с самым лучшим, победным. Прошли командно, замечательно, с настроением помогать друг другу. Дистанция умеренно сложная, с препятствиями, с разными беговыми трассами. Поэтому в целом впечатления позитивные. Очень здорово, что команда у нас сплоченная. Благодаря им, благодаря ребятам, благодаря капитану, самому лучшему, который нас вытаскивал. На официальном открытии спортивного праздника присутствовали министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, олимпийский чемпион, вице-президент Федерации легкой атлетики России Андрей Сельнов, чемпионка России и мира по дзюдо и джиу-джитсу Карина Черевань. Участвовать в забеге можно было смешанными составами. Впервые в гонке с препятствиями принимали участие амбассадоры Союза кибатлетики Дмитрий Кошечкин и Татьяна Демьянова. В этом году принимают участие команда кибатлетов. Это те ребята, которые потеряли в свое время когда-то конечности и живут полноценной жизнью. Развивая это направление, сегодня приехали с новыми протезами, которые разработаны специально для этого в Сколково. И я уверен, что они покажут достойные результаты, встречаем их на старте. Спортсмены преодолевали 14 испытаний на дистанции общей протяженностью 8 километров. Помимо основной гонки состоялся фан-забег. Его участники были одеты в необычные костюмы. Все, кто сегодня заявился и участвует, это почти 1200 человек, это все действительно настоящие герои, большие молодцы. Потому что погода ноябрьская, прохладно, суббота, утро. Но тем не менее люди настолько заряжены спортом, настолько заряжены на какие-то свои собственные спортивные результаты, что встали, приехали. Для участников гостей марафона организовали полевую кухню. Свои музыкальные хиты на спортивном празднике исполнил известный рэпер Стим, автор гимна официального движения «Живу спортом». Также абсолютно все желающие смогли попробовать свои силы на скалодроме. Для удобства с зрителей работали бесплатные Wi-Fi и фотозона. А сама гонка транслировалась на большом экране. Проводить мероприятия помогали более 40 волонтеров. Несмотря на то, что я выступал, прыгал в индивидуальном виде спорта, но в любом случае мы были командой. Мы всегда выступали, помогали друг другу, подсказывали, говорили. Несмотря на то, что мы даже соперники в секторе. Здесь все гораздо проще, более такой командный дух, когда друг друга поддерживаешь, подталкиваешь, тянешь за собой. Поэтому здесь, естественно, это сближает нас, сделает нас сильнее, общительнее, ближе и дружнее. По мнению организаторов гонка «Живу спортом» недаром проходит в преддверии Дня народного единства. Участники объединяются, они становятся дружнее и ближе к спорту.